Сборная России по баскетболу провела свой первый и последний товарищеский матч перед своими болельщиками. Все оставшиеся контрольные встречи в рамках подготовки к чемпионату миров Турции подопечные Дэвида Блата проведут на чужбине. Матч с командой Латвии прошел в уютном зале спортивного комплекса ЦСКА. Благодаря маленькой вместительности трибуны оказались заполнены до отказа. После игры тренеры и игроки не скрывали сожаления по поводу отъезда за границу. Я очень порадовал, что сегодня много народу пришло. На самом деле у меня было ощущение, что придет строго жены, там только друзья, а пришло прям целый зал. На самом деле было очень приятно. Я не могу не сделать комплимент этому прекрасному залу. Я даже не знал, что в центре Москвы такое существует. Это просто невероятно. Я поражен. Отлично! Супер! У сборной России игра с латышами лишь первая в рамках подготовки к первенству планеты. Для баскетболистов из Прибалтики это уже девятый товарищеский матч по счету. Но это никак не сказалось на результате. Россияне уверенно выиграли не в последнюю очередь за счет самоодачи. Оно и понятно. Не все из приглашенных игроков смогут выступить в Турции. Окончательный состав я назову за 3-4 дня до начала чемпионата мира. Спешить некуда, поскольку всякое может случиться. Будем все делать постепенно. Вскоре мы сократим список до 15-16 человек. За две недели до старта первенства, до 14. Пока же все работают хорошо и дружно. Есть еще время потренироваться всем вместе. Большой потерей для сборной после Андрея Кириленко стал разыгрывающий ЦСКА Джон Роберт Холден. Но игроки спокойно отнеслись к его решению. Хотя и признают, что такой сильный игрок не помешал бы сборной России. Мы догадывали, что он не поедет в начале. Конечно, будет не хватать его. Очень сильный игрок. Но его тоже можно понять. Человеку тоже уже возраст приличный. Хороший сезон провел. Много времени. Тяжело очень еще попасть на чемпионат мира. По словам Виталия Фридзона, в команде дружная атмосфера. И разговоров о том, кто покинет команду, нет и быть не может. Мы даже на эту тему не разговариваем. Все у нас в коллективе все хорошо. И это не мы решаем решать тренера. Павел Краснов, Владимир Межинский, Станислав Круснак. Инфокс.